Орест, ресерч-инженер в компании Вонабай, а также будущий докладчик на небольшой такой конференции CVPR 2018. Всем привет, меня зовут Орест, я учился в Украинском католическом университете, где я, в общем-то, и работал над этой статьей. Такой небольшой экскурс в Украинский католический университет. Это единственное место в Украине, где существует data science магистратура. Вот, очень на самом деле на хорошем уровне, поэтому у нас прикольно. Вообще в докладе будет много хайповых слов. Deep learning, GAN, neural networks, все как все любят. Поэтому хочу начать с вопроса. Поднимите руку, кто знает, кто такой Young Goodfellow, что такое GAN и с чем их едят. У нас достаточно подготовленная публика, поэтому можно, в принципе, начинать. Сразу скажу, что, в принципе, в технологических терминах на русском я не очень ориентируюсь, поэтому буду чуть переходить на английский, чуть на украинский. Там посмотрим, как пойдет. В общем, много у кого, наверное, кучу раз портились фотографии из-за движения камеры, движения объектов и так дальше. Это достаточно известный… Ага, тут надо зарядку соединить, извиняюсь. Завтыкал. В общем, многие думают, что если фотография была размыта в процессе движения, то восстановить ее невозможно, так как информация теряется. На самом деле это частически правда, но не совсем. То есть размытие во время движения – это, в принципе, можно представить как математический процесс, который вот проще всего описывается достаточно простой формулой, где у нас f от x – это у нас наше исходное изображение неразмытые, четкое. H от x – это функция искажения, траектория движения камеры или объекта в простом случае. И n от x – это additive noise. То есть, по сути, можно построить, и зная функцию искажения, можно построить математический процесс, чтобы аппроксимировать в наше f от x начальное четкое изображение. Именно на такой гипотезе, в принципе, базируются почти все статьи и методы image-деблуринга. То есть, так или иначе, задача всех методов, которые были до этого, предстоит в том, чтобы тем или иным образом аппроксимировать функцию искажения и, то есть, возвратить наше четкое изображение. В чем тут проблема? На самом деле проблем очень много. Во-первых, из-за того, что функцию искажения не всегда можно точно аппроксимировать, так как причин искажения… Во-первых, функция у нас нелинейная, нон-юниформ и так далее. Очень сильно отличается в зависимости от того, из-за чего произошло искажение. Можно поделить, в принципе, на таких два типа. Первое — это искажение типа camera shake, ну, понятно, из-за руху камеры. Второе — это искажение из-за object movement. То есть, при быстром передвижении объектов, при потере фокуса и так дальше, разные причины, соответственно, разные модели искажения. Поэтому большинство существующих методов, они хорошо подходят для какого-то конкретного класса motion blur'а одного или другого. И очень, ну, достаточно плохо генерализируется на общую выборку. Что… Да даже, в принципе, с бумом нейросетей в последние годы ничего толком не поменялось в мире деблуринга до этого. То есть, вот если взять, к примеру, статью, которая вышла достаточно недавно, в 2016 году, вот University of Chicago, нейросеть тут используется только для того, чтобы аппроксимировать функцию искажения и, то есть, дальше традиционным способом восстановить изображение. Вот. Что, в принципе, хотим сделать мы? Какая наша задача в идеале? В идеале мы хотим построить метод end-to-end learning, как black box, где мы будем на вход подавать наши размытые изображения и на выход получать четкое изображение. Это sounds like a miracle, в принципе, но я вас уверяю, что при такой построить достаточно-таки возможно. То есть, задача все-таки стоит в том, чтобы никак не использовать информацию про функцию искажения. В чем вторая большая проблема такого подхода и такой задачи? В принципе, во время искажения информация, некоторая информация на изображении, она теряется окончательно, ее восстановить уже невозможно. Никаким существующим способом, просто потому, что потеря информации произошла из-за искажения. Но ее можно сгенерировать. То есть, при искажении чаще всего теряются, размываются какие-то маленькие детали, текстуры и так дальше, которые нельзя восстановить. Ну, можно попытаться достаточно правдоподобно сгенерировать похожие. Тут, в принципе, приходит на мысль как раз такие ГАНы, генеративные модели. Что такое вообще ГАН, если достаточно просто попытаться объяснить? Называют лучшей идеей в машин-лернинге за последние 20 лет. По сути, ГАН — это генеративная модель, если совсем просто, которые на вход нейросеть берет шум, на выход, мы получаем правдоподобную сгенерированную картинку. Идея, в принципе, достаточно проста. Как вообще учатся ГАНы и что это такое? Мы берем две нейросети. Первая нейросеть — это у нас генератор. Вторая нейросеть — это дискриминатор. Задача генератора — сгенерировать такое изображение, которое дискриминатор не сможет отличить от настоящего. И в такой adversarial manner, в принципе, происходит процесс обучения. Хороший пример, который в оригинальных докладах приводит Goodfellow, это автор ГАНов, это фальшивомонетчики и полицейские. То есть задача фальшивомонетчика — сгенерировать такую купюру, чтобы ее невозможно было отличить от настоящей. Задача полицейского — разобраться, где у нас фальшивые купюры, где настоящие. В процессе, в начале фальшивомонетчик у нас недостаточно умен и недостаточно силен в своей работе, поэтому купюры у него выходят плохие. Но со входом времени он удосконально… Проблема с русским. В общем, делает все лучшие и лучшие купюры. Полицейские учатся все лучше и лучше их отличать. И с пленом времени у нас мы подходим к точке, где зенерированные эти купюры фальшивомонетчиком невозможно отличить от настоящих. В принципе, эта идея легла в основу генеративных нейронных сетей. Еще почему ее называют лучшей прорывной идеей в машин-лернинге за последних 20 лет? То, что она кардинально, в принципе, если посмотреть на математическую суть, и она кардинально отличается от всех других существующих моделей. Так как objective function GANF — это, по сути, наш эквилибриум в minimax game. То есть, что, в принципе, достаточно вообще новое понятие машин-лернинга. Ну, вот. В принципе, за последние два года GAN прошли такой очень стремительный рывок от генерации намнистии символов до генерации очень реалистических лиц знаменитости. Я вас уверяю, что вряд ли вы кого-то узнаете на этом рисунке, потому что все лица были сгенерированы нейросетью. Что вообще очень-очень-очень крутой результат, как за два года, по сути, ресерча. Вопрос в следующем. Можем ли мы применить GAN к задаче деблуринга? Зачем это делать и как это делать? Ну, зачем это делать, понятно. Мы хотим использовать GAN так, чтобы можно было сгенерировать недостающие части, которые потерялись на искаженном изображении. Окей. Как это сделать? На помощь нам приходит так званный conditional GAN. Наверное, много из вас видели paperpix to pix или даже пробовали там играться с генерацией котов из краев. В чем суть? То есть обычный GAN у нас зависит только от input noise vector z, который берет на вход шум, на выход дает картинку. Все просто. Что такое conditional GAN? Conditional GAN зависит от noise vector z плюс сходного изображения x, которое подается на вход вместе с noise vector. То есть, по сути, используя conditional GAN, ему на вход мы можем подавать нашу искаженную картинку за blurred image и на выход получать тем или иным образом магическим восстановленное изображение. В чем опять-таки, повторюсь, главный плюс такого метода не использовать никак информацию о функции искажения. То, что нейросеть может выучить, то есть мы предполагаем, по крайней мере, что нейросеть сможет сама выучить различные типы искажения, эффективно бороться как с camera shake, так и с object movement и другими видами искажений. Окей. Как нам правильно построить наш процесс? Так, чтобы все работало, на выходе у нас были четкие текстуры и все хорошо. То есть, самое главное в этой задаче подобрать правильную функцию потери. То есть, еще раз, нас интересует восстановление мелких текстур на изображении. То, в чем фейлятся все другие методы деблуринга. Наша функция потери будет выглядеть таким образом, состоять из двух компонентов, где первый компонент — это gun loss от дискриминатора, и второй компонент — это contact loss. Чуть более подробно сейчас расскажу об каждом из них. Наш content loss — это так званный perceptual loss. В чем вообще тут главная идея? В общем, многие берут как функцию потери в различных задачах, там, image to image translation. Это простой, там, L1 или L2 distance между нашим output image и нашим ground true target image. То есть, просто по пиксельную разницу. В чем недостаток вообще такого решения? То, что мы часто будем сваливаться в предсказывание моды нашего распределения, и если посмотреть глазами на сгенерированной картинке, используя такую функцию потери, мы увидим так званный blurry effect. То есть, у нас будут получаться однотонные blurry images, что вообще не очень подходит для задачи деблуринга. Поэтому мы предлагаем считать perceptual loss. Идея не новая. Использовалась до этого в стайл-трансфере и многих других задачах. Мы берем нейросеть. В данном случае это VGG, которая натренирована уже на ImageNet датасет, где 15 миллионов примерно изображений. Прогоняем через нее до некоторого слоя нашей картинки. Берем активации из одного из слоев и считаем L2 distance уже между активациями. То есть, вместо того, чтобы считать разницу между пикселями, просто между картинками, мы считаем разницу между активацией из третьей нейросети. Вот таким образом у нас уже в одной задаче три нейросети. Что такое дальше? Gun loss, put. Не совсем тоже… Не совсем в оригинальной статье… В оригинальной статье у нас, как я говорил, вторая нейросеть называется дискриминатор. И ее задача — это определить фейковое изображение от реального. Если посмотреть с математической стороны, то в таких ванилостандартных ганнах есть много различных проблем. Начинает там… Можно целый доклад устроить в проблемах ганнами, почему их сложно тренить и как это делать правильно. Но одна из самых больших проблем для нас и нашей задачи — это то, что ганны в таком своем оригинальном варианте очень чувствительны к выбору архитектуры нейросети. То есть, на самом деле, этот рейндж архитектур, на которых ганн может хоть что-то учиться, он достаточно маленький. В то время как мы хотим экспериментировать с архитектурами генератора для того, чтобы подобрать оптимальную маленькую компактную архитектурку, которая будет работать не хуже, чем предыдущие солюшены с 152 лаерами разноэтовскими. Для этого предлагается следующий подход, так называемый Wasserstein-Gan. То есть, все большинство проблем с ганнами интерпретируется, по крайней мере, в научном товариществе из-за использования. То есть, оптимизационная задача выглядит таким образом, что у нас минимизируется кульбак labor divergence между двума распределениями. Поэтому, вот, собственно, из-за чего у нас и большинство проблем, связанных с ганнами. В Wasserstein-Gan главная идея состоит в том, чтобы использовать математически более привлекательную метрику расстояния между датасетами, так называемый Wasserstein-Distance. То есть, кому там более интересно о теоретической части, есть очень-очень большой пейпер, даже несколько пейперов по Wasserstein-Gan, где более детально описывается вся вот теоретическая часть. Если попроще, так и на практике, то в чем плюс такого подхода использования Wasserstein-Gan? Мы получаем стабильный процесс тренировки, который не является чувствительным к выбору архитектуры генератора, который в большинстве случаев показывает лучшие результаты. И все этого можно добиться достаточно просто, если вы хотите, там, поиграться с ганнами, сделать свой ганн. И то все, что нужно поменять в оригинальной статье для того, чтобы создать Wasserstein-Gan, это просто-напросто убрать сигмоид из активации, чуть поменять местами несколько рядков в коде и готово. В принципе. В общем, про loss function мы поговорили. Следующий этап — это подобрать архитектуру. Тут, в принципе, кто знаком с последними трендами в deep learning и в архитектурах, ничего кардинально инноционного в нашей архитектуре нет. Это обычный, не совсем обычный, но ResNet. То есть несколько residual блоков, перед которыми идет два блока со strided convolution. И после нашего маленького ResNet идет два блока с up convolution. Единственное такое мини-ноу-хау, который мы здесь предлагаем, это global skip connection. То есть наш процесс тренировки устроен таким образом, что вся нейросеть учит только так называемый correction картинки. То есть недостающую часть. В общем, весь процесс, архитектура плюс load function, можно интерпретировать таким образом, что наш perceptual loss, он, как я показывал раньше, на активациях из VGG. Активации из VGG представляют собой, отвечают за какие-то high-level image features. То есть его задача восстановить форму изображения. Задача gun loss — дорисовать, можно сказать так, маленькие недостающие детальки, сделать все текстурки красивыми, четкими и хорошими. Вот. В общем, если это все сложить вкупу, у нас получается такой процесс, где на вход в наш black box будет попадать картинка размытая. На выход мы будем получать restored image и в такой adversarial gun манере тренировать цел всю нашу систему. Вот результаты вы можете посмотреть тут. если, так что, первое — это результат восстановления предыдущим, так называемым, state of the art, по сути, методом, традиционным методом, про который я рассказывал раньше. Снизу вы можете видеть результат восстановления нашей нейросетью. То есть, в принципе, в таком подходе мы получили все то, что мы хотели получить. У нас очень именно хорошо восстанавливаются очень мелкие текстуры, детали, которые невозможно установить более традиционным методом. Еще чуть-чуть картинок для вас тут. Первая картинка — это input image, то есть искаженное изображение. Вторая картинка — это изображение, восстановленное нашим методом. И третья картинка — это ground truth sharp image. И еще один. Тут также это у нас размытые изображения, восстановленное изображение и ground truth sharp image. То есть, как можно увидеть здесь, то, что наш GAN также помогает object detection. И, в принципе, мы предлагаем считать качество нашей генеративной модели на результатах object detection. Потому что очень острая проблема, которая не решена. Как оценивать вообще генеративную модель? Что с ней делать? Проблема до сих пор открыта. То есть, метрик предлагается много, но, в принципе, нет у которого единственного мнения, как сказать, что моя генеративная модель, мой метод лучше, чем у другого. То есть, традиционные метрики, ну, не совсем подходят для этой задачи. Поэтому мы предлагаем считать качество модели на результатах object detection. То есть, считать обычный intersection over union на наших боксах, как можно увидеть на рисунке. То есть, наш ассумпшен такой, что чем лучше модель восстановления, тем более близкими будут результаты detection на результаты detection на sharp images, что, в принципе, и можно тут увидеть. Если на размытой картинке у нас вообще фейлится модель, на распознать людей, распознает одного человека, как байсикл, то уже на восстановленном изображении у нас правильно распознает всех людей и даже кустик. Вот. Тут еще чуть-чуть метрик наших результатов на трех таких бенчмарках, точнее, двух бенчмарках, плюс результаты object detection, который предложили мы. Третий бенчмарк. Можно увидеть, что данный подход во всех трех, на всех трех бенчмарках работает лучше, чем традиционные методы восстановления расфокусированных изображений. И самые лучшие наши результаты это статья, конечно, на CVPR, много звездочек на GitHub и репост Тьяна Ликуна. Вот. Да, дякую за увагу. Мне кажется, на этой сцене еще не было людей, которых лайкнул Ян Ликун. Спасибо. Давайте перейдем к вопросам. Закономерно возникающий вопрос в задаче диплюра сбор датасета. Каким образом сформирован датасет для, соответственно, заблюрного изображения и его ground threat? Да, спасибо за вопрос. На самом деле датасет на самом деле собрать тяжело. Это понятно. Почему? Потому что в отличие от других задач image-to-image translation, как там super resolution, например, или colorization, нету которого простого метода просто взять и достать пары картинок. Поэтому мы берем датасет из двух разных источников. Первый — это создание синтетического блура. Это вы можете посмотреть в нашей статье. Там описан алгоритм создания синтетического блура. Работает на генерации случайных траекторий искажения. Второй — это датасет, сделанный из high-speed frame rate камерос из GoPro. То есть идея достаточно… Если ее спростить, то она достаточно простая. Мы берем high-frame rate камеру, которая снимает 240 fps, или в районе этого. Берем average там от 5 до 30 кадров. У нас средний кадр — это будет sharp ground truth image. И average соседних кадров — это будет нашей размытой версии. А в той части, которая синтетическая, у вас предполагалось единое ядро для всех пикселей изображения? Ну мы, так как мы треним на патчах, то по сути на маленьких патчах, да, у нас uniform ядро на маленьких патчах, что позволяет уже потом, если натренить модель на таких патчах, на uniform ядрах, и потом запустить inference на большой картинке, то он будет работать для non-uniform blur. Еще интересный способ, просто наверняка вы о нем знаете, но есть статья, в которой там был другой подход, в котором они предсказывали для каждого пикселя свой вектор смещения. И вот у них интересный подход, что они синтезировали non-uniform ocean blur из маленького как бы пространства в это большое. Да, да, я знаю о таком методе тоже. Да, хорошо. Как вариант. Добрый вечер, спасибо за доклад. Вопрос, возможно, я прослушал что-то. Скажите, у вас есть сравнение вот для задачи даблуринга работы каких-то более классического подхода автоэнкодера и Гэна вашего? Ну, так, если тут посмотреть на таблицы, то вот второе там цитирование статья из Кореи Сэм Джун Нахеталь это в принципе они использовали very-very deep ResNet архитектуру в обычном, то есть без ганов, как есть с L2 loss function между имиджами. То есть это в принципе и есть традиционный, более традиционный метод. Возник вопрос в догонку. Для дискриминатора, соответственно, нужно, нужен датасет изображений, которые заведомо четкие, sharp, деблюрнутые. Как получить такой датасет для вот изображений, которые non-fake? Ну, так, в принципе, у нас, как я говорил, задача paired image translation, то есть у нас есть пары для тренировки, blurred, sharp, ground truth. Вот в принципе sharp, ground truth и будет идти на вход дискриминатору, как real image. Нету. Я хотел два вопроса задать. Первое. Вы проверяли на… Короче, тестовый датасет у вас был тоже сгенерирован? Или же это были какие-то реальные изображения? Ну, то есть из реального мира? Есть стандартный… Спасибо за вопрос. Есть стандартные, в принципе, бенчмарки для деблюринга. Вот один из этих изображений. Это такое… Одно из наиболее известных изображений, на котором там все тестируют свои алгоритмы. Поэтому, да, у нас как и был свой тест датасет, который мы сделали, так и реальные размытые изображения, собранные другими людьми, специально там предназначены для тестирования алгоритмов деблюринга. И второй вопрос. Какая у вас… Какая производительность в вашей модели? Насколько быстро можно инференс произвести? Нужен ли хай-пефоманс PC для какого-то инференса? Или же можно все на ноутбуке вполне произвести? Да, спасибо за вопрос. Тут, в принципе, мы мерили на самом начале производительность сети. Я скажу, что это уже сейчас эта цифра получше. Там примерно полсекунды на GPU-шке. Но в инференс режиме мы используем только генератор. То есть наша производительность зависит по сути только от выбора архитектуры. У нас не было задачи там сделать супер оптимизированную архитектуру именно нейросети, там, чтобы она бегала на мобилках или что-то такого. Если такая задача есть, просто надо поиграться, поработать хорошо с архитектурой самого генератора. Ну, это достаточно, в принципе, реально. Если такая задача есть, то компания нанимает Орест, чтобы он этой задачей занимался full-time. Возвращаясь к вопросу о сравнении, вы как-то сказали, что эта задача непростая и вы почему-то увели в сторону в плане оценки качества. Вы используете алгоритмы обнаружения объектов. Я вот не вижу просто проблем, если у вас есть оригинал, если у вас есть размытое изображение. И есть два варианта алгоритмов сравнить хотя бы по среднеквадратичному отклонению, а не использовать нечто третье. Да, спасибо за вопрос. Мы, в принципе, репортим. Тут есть и результаты различных метрик, в том числе и адаптированное среднеквадратическое отклонение. Но тут тоже долгая история, в чем проблема такого метода, чем он хорош, чем он плох. Если вкратце в главном, то не всегда методы, у которых меньше среднеквадратическое отклонение, будут визуально выглядеть, то есть лучше. Такое попиксельное сравнение никак не принимает во внимание visual appearance картинки. То есть насколько перцептивно не совсем отвечают результаты там средних… Нет, конечно. То есть понятно, в принципе, что среднеквадратическое отклонение – это фактор. Но если там, скажем так, модели достаточно похожи там между собой, то есть у нас идет речь о том, чтобы выбрать лучшую из нескольких хороших моделей, то визуально модели с меньшим… модели с больше среднеквадратическим отклонением могут выглядеть визуально гораздо хуже. Это… Есть много примеров в разных статьях. Самое… Если интересно, то это достаточно хорошо описано в статьях по суперрезолюшену, особенно от Twitter статья SRGAN называется там как раз-таки Super Resolution Using Generative Adversarial Networks. А как ты думаешь… Орест, а как ты думаешь, можно ли такое использовать для повышения качества разметки, скажем, если у меня есть сегментация и input изображения у меня меньшего разрешения, чем то, на котором я хочу делать сегментацию? Особенно учитывая, что у меня нету как бы данных вот высокого разрешения. Можно еще раз повторить вопрос. Я не совсем понял про… Например, мне нужно… Меня интересуют границы каких-то объектов, то есть сегментация. Да. И input изображения у меня низкого разрешения, но я хочу границы предсказывать точнее, чем у меня есть input. Может ли тут… Да, но это скорее про суперрезолюшен, скорее всего, имеете в виду. То есть, если я правильно понял. Возможно, да. Это задача… Задача увеличения разрешения. Именно. Спасибо. Так, спасибо за доклад. Значит, у меня такой вопрос. Мы работаем с ганнами и генерируем медицинские изображения. А проверяем их очень просто. То есть, вначале мы учим на настоящих и на validation сете что-то делаем, а потом генерируем и учим на фейковых и решаем ту же задачу. И разницу смотрим. Вот так. Вы, кстати, говорили, что трудно это делать. Вот в нашем случае это легче, наверное. Изображений у нас много. И что мы выяснили? Что глобальная структура генерируется хорошо. И люди, которых мы проверяли, они не могут отличить настоящее от фейковых. Но когда мы начинаем что-то более глубокое, допустим, считаем какие-то признаки типа LBP, local binary patterns и так далее, они разные у настоящих и у фейковых. А теперь вопрос. Мы видим пока два пути. Первый традиционный это поиграть с архитектурами, с размерами фильтров и так далее. А второй использовать гибридные, вам это слово в Украине хорошо знакомо, гибридные подходы, когда мы на вход подаем и изображение, и какой-то дескриптор. Например, тот же LBP. Так вот, если бы у вас было мало времени, то каким путем вы бы пошли в начале? Спасибо за вопрос. Хороший вопрос на самом деле. Мне достаточно нравится вот второй вариант подавать на вход к изображению какой-то дескриптор. То есть сама идея conditional ганов это дополнительный condition. В данном случае нашим condition будет просто входное изображение X, которое подается на вход в сеть, но можно, то есть и существуют методы, чтобы подавать на вход дополнительную информацию из сети. То есть мне кажется, что это выглядит достаточно интересно. В первую очередь спасибо огромное за доклад. И я извиняюсь, если я задам вопрос какой-то, о который в white paper вы ответили уже. Я обязательно прочитаю, когда приду. Вы упомянули собственно говоря распознавание объектов на фотографии, то есть там методы, я не знаю, faster rcnn и тому подобное. И как, собственно говоря, вот скриншотики здесь. И сравнивать качество деблюринга на следующих задачах. Так вот вопрос такой. Все эти методы, они практически работают на том, что, ну, они используют внутреннее представление нейронной сети, там вот как раз те самые последние там convolutional layers, по которым вы считали для гана лосс. и вопрос такой, пробовали ли вы просто добавить деблюринг хэт, так называемый, в object detector, ну и работало ли это или нет. Потому что детекторы, они и так уже, ну, там четыре лосса одновременно оптимизируют. Возможно, в этот фреймворк деблюринг тоже отлично впишется. Да, спасибо за вопрос. Ну, с детекшеном мы не делали ничего. В принципе, не пробовали добавлять ничего. Все, что, все, что мы сделали с детекшеном, это прогнали размытые изображения. А, да, тут еще стоит сказать, что датасет, вот который, картинки, из которого вы видите здесь, это мы снимали сами на GoPro. То есть, взяли это как тестовую выборку, прогнали, через нашу сеть деблюринга, получили наши sharp estimates и потом прогнали через YOLO детектор. Тут все, в принципе. Вопрос тут. Вопрос про масштабируемость. Допустим, у нас есть видеоподток и несколько изображений. Мы зафиксируем одно из них и подадим соседнее как контекст. Повлияет ли это как-то на качество и есть ли смысл это делать? Да, спасибо за вопрос. Это проблема чуть-чуть другого характера. У нас в принципе задача состоит в single image деблюринг. То есть, когда у тебя нет никакой дополнительной информации. Если же есть задача видео деблюринг, это задача чуть-чуть проще в том плане, что у тебя есть смежные кадры, то есть дополнительная информация. и на самом деле есть уже статья от NVIDIA, которая базируется на нашем деблургане, только адаптирована для видео. Называется Reblur to Deblur для видео деблюринга. Да, то есть, они так и делают. по сути. Еще отсюда же вопрос, точнее два. Первый такой, показывает ли ваша нейросеть примерно вот путь, по которому была встряхнута, так скажем, камера, по которому было смещение для того, чтобы можно было посмотреть, как вот дополнительно еще оценить качество ее работы, точнее, корректность скорее даже. Спасибо за вопрос. На самом деле, ответ нет, потому что у нас как раз цель была разработать метод, который будет работать как black box без никакой информации, не используя никакую информацию про траекторию смещения. Я имел в виду на выходе. На выходе тоже. То есть мы не используем, да, никак информацию про траекторию. Есть другие статьи, которые, в принципе, используют нейросети для estimation траекторий смещения. И такое, насколько сложно вот взять, можно ли как-то взять вашу модель, чтобы можно было на своих картинках посмотреть хотя бы визуально, что будет получаться? Да, конечно, тут есть ссылка на наш GitHub. там должно все работать. Модель тоже выложил, не только код. Модель, да, есть. Веса тоже должны быть. Спасибо. Круг замкнулся? Да. Тогда не замкнулся, тогда есть еще. Спасибо за доклад. Я, наверное, продолжу тем же вопросом, который начался вот оттуда, как раз таки. Замкнул круг почти, что. Я сразу сам хотел начать спросить про генерацию датасета, потому что именно он генерируется. И то, что я звал слух в процессе доклада, это фраза, что мы хотим построить нейронную сеть, которая будет убирать абсолютно любой шум, то есть она не будет зависеть от типа шума. Может, это слишком сильное утверждение, потому что как бы шумы разные бывают. А если я камеру чем-то липким замажу, то есть может правильнее сказать, что мы генерируем датасет с помощью синтетики либо с помощью скоростной камеры GoPro генерируем такой шум, который как бы наиболее практически полезный, который действительно встречается в реальных кейсах, и именно его учимся удалять. Почему утверждение, что как бы абсолютно любой шум? То есть блюр это сам по себе, когда говорят блюр, как бы подразумевает весьма спину особый тип шума, а не совсем там случайно, когда там какие-то искажения, цвета исчезают, еще всякое такое. Да, да. Спасибо за вопрос. Возможно, не совсем правильно я выразился. То есть нету в принципе цели сделать метод, который будет убирать любой шум. Как раз таки, да, цель была разработать метод, который способен бороться с различными видами мошен-блура, которые присутствуют в реальных картинках. И то есть почему это работает? Так, в принципе, так, как вы и сказали, поскольку датасет мы снимаем на GoPro с реальных цен, берем с реальных видео, то на нем присутствуют, то есть наиболее типичные как бы виды искажений, да, что в принципе восстанавливать их и учиться нейросеть. Добрый вечер. Я здесь. Спасибо большое за доклад. Небольшой вопрос. Девушка вот впереди говорила по поводу картинок, и я хотел, на мой взгляд, я немножечко понял, в чем был вопрос у нее, и я бы хотел уточнить, попробовать. Идея такая, что у нас есть маленькая иконка любого приложения. Она, естественно, маленьких размеров, и когда мы эту иконку растягиваем до ширины экрана, она у нас так размывается. Ну и вот такое ощущение, что блюр возникает. Могу ли я, например, просто программно взять эту картинку, растянуть точно так же, как будто на экране растянул, подать на вашу модель, и чтобы он мне этот блюр весь, грубо говоря, собрал нормальную картинку, и по сути я все пропорции картинки я сохраняю, но при этом вот создаю более высокого разрешения картинку. Да, спасибо за вопрос. Да, в принципе, да, и эта задача немного другая называется Super Resolution, потому что тут мы говорим именно про Motion Blur, это искажение из-за движения переводится. То, что, о чем вы говорите, это проблема Super Resolution, когда мы увеличиваем размерность картинки в несколько раз, у нас возникает Blur-эффект, но Source этого размытия совсем другой из-за недостающей информации в Low Resolution картинке, и такая проблема, да, называется проблемой там Super Resolution, и в принципе для нее используются достаточно похожие методы. Я имею в виду, что другая Буря взяется в вашу модель и ничего не подключивает заценивает строганцы, и он, говорят, получите результат. Или мне все-таки придется как-то искать? Ну, поскольку в такой задаче другой, как я уже говорил, тип Blur-а, то out of the box работать будет именно наш метод достаточно плохо, поскольку он выучивал размытие в результате движения, а тут у нас будет, ну, не совсем плохой пример, плохо сказать, что это будет аналог Gaussian Blur-а, но более ближе к этому, чем к Motion Blur-у, поэтому попробовать можно, но скорее всего работать не будет. Я чуть-чуть переформулирую. Вопрос скорее не в том, можно ли на тех же весах запускать, а если перетеренить на новом датасете с той же архитектурой, полетит или не полетит? Полетит, но можно натренить сразу Super Resolution, который будет увеличивать и сразу же делать Sharp. Окей. Можно вопрос отсюда? Ну, у меня вопрос, в общем-то, простой. Каждый фотограф знает, что шумы бывают, например, от возникать от чувствительности матрицы, если, допустим, ISO задернуть, то получается шум весьма специфический. это не резкость от движения, допустим, или чего-то подобного. Шумы совершенно другую природу имеют. Вы не пробовали ваш алгоритм пробовать на таких видов шумов? почему спрашиваю? Потому что матрица, допустим, в телефонах оставляет желать лучшего в плане своей чувствительности, да и, в общем-то, имея фотоаппарат со штативом, бегать не всегда удобно. И еще пол вопроса. Существуют всякие алгоритмы, уже реализованные в фотошопах и других, которые именно этот шум убирают. Знаете ли вы, что там за алгоритмы используются? Если да, то как они соотносятся с вашим? Спасибо за вопрос. То есть пробовать на таких типах блура не пробовали, но было бы достаточно интересно посмотреть, как будет себе показывать алгоритмы. А насчет алгоритма в фотошопе я не знаю точно, какие там используются алгоритмы для каких типов блура, но насколько там я знаю, что использовалось раньше именно для убирания мошен блура, это более традиционные методы, именно итеративные методы аппроксимации функций искажений, то есть более традиционные методы. Конечно, Adobe работает активно в этом направлении, Adobe и Adobe Research, поэтому что конкретно там используется сейчас и как сложно ответить. я хотел немножко добавить, просто вот эти вот задачи, суперезолюшн, мошен блур, убирание просто шумов камеры, это задачи немножко разного класса с точки зрения того, как это, вот если вернуться на, по-моему, второй или третий слайд, там где формула была такая красивая, да, вот это вот, да, то вот это, вот блур, это вот такая штука, в принципе, похожие формулы описываются, когда изображение просто не в фокусе, когда не туда настроена дальность линзы, а есть, но дело в том, что суперезолюшн и шумы камеры это чуточку другие вещи, которые немножко по-другому нужно, их немножко по-другому надо давить, поэтому я думаю, что здесь сравнивать, ну, не совсем корректно, на мой взгляд, просто потому, что это разные источники искажений. Да, да, я хотел бы еще добавить, что формула упрощенная, это очень, очень такой простенький пример, что такое вообще формула блура, это на самом деле у нас кейс uniform blur, когда у нас одна функция искажений там на всю картинку на самом деле все гораздо сложнее выглядит. Подаю масло в огонь, позволю себе вступить в полемику с предыдущим вопрожающим. Задачи действительно имеют разные названия, то есть есть там задачи деблюринга, когда убирается один тип, бывает из-за того, что из-за того, что убирается неправильный фокус, бывает там убирание motion blur, бывает суперрезолюшн, бывает вот деноизинг, последнее название к Алексею вопросу. Все эти задачи действительно имеют разную природу шума, но последние достижения в решении этих задач имеют практически одинаковую природу в том, как их решают. А их решают вот похожими ганами, просто нужно по-разному, задача основная найти датасет, нужно найти для данного типа чистых изображений данный тип зашрубленных изображений. Для суперрезолюшн это делается тривиально, мы уменьшаем просто разрешение, а вот, скажем, для деноизинга это гораздо сложнее. Нужно придумать модель шума, которая бы была похожа на модель шума в камерах. Ну или там научиться собирать одновременно обесшумное изображение качественной камеры и изображение точно такое же сделанное некачественной камерой. Вот. И, ну, то, что задачи разные, не значит, что их нельзя решать одинаково. Да, я хотел бы еще добавить, что в принципе если посмотреть на программу CVPR 2018, то раздел, в котором выступаем мы, это раздел Image Restoration Techniques и там в скобках denoising, dehazing, debluring, superresolution, и т.д. Как оказалось, большинство пейперов по других задачах имеют очень похожую идею в принципе с нашей. Сейчас в принципе такой conditional gun подходит, я бы сказал, для решения почти так или иначе разной его модификации для решения почти любой задачи Image to Image Translation. По крайней мере Image Restoration. Так точно. Можно поконкретнее узнать, в чем различие архитектуры для image для debluring, для других задач denoising и т.д.? Ну, на самом деле архитектуру можно придумать разную. Тут опять-таки нам главное всего было не разработать наиболее оптимальную архитектуру. Если там посмотреть на различия, например, задачи superresolution, в superresolution у нас есть задача увеличить разрешение изображения. Поэтому, например, там архитектура будет выглядеть без downsampling блоков в начале. Там в начале идут просто convolution блоки. Потом там тоже может идти, например, какие-то маленькие резнет. И в конце у нас будет в соответствии там в сколько раз мы хотим увеличить разрешение, будут идти там transposed convolution блоки для увеличения разрешения или что-то другое. То есть в зависимости от цели и задачи. Можно использовать точно такую же архитектуру нейросети. Кажется, мы уже замучили вопросами. Я совсем короткий вопрос. Ну давайте совсем короткий. Последний автор статьи Джири Матес это тот, который в Великобритании долго работал и сейчас живет в Чехии. Это ваше секретное оружие оказывается. Я его хорошо знаю. Да, спасибо. Да, статья была написана в Украинском Католическом Университете, но мы очень тесно работаем с Czech Technical University Computer Vision группой и с профессором Джири Матесом в том числе. Он выступал правда в нашей статье более как scientific advisor. Звучит авторитетно. Звучит. Спасибо.